Ребята, всем привет! Новый влог, мы на даче, второй день сегодня, вчера мы приехали, и что хочу сказать, я супер наряжена, у меня под этим делом пижама, сверху свитер, я вот так вот спала, и сейчас еще вот такую кофточку надела, хотя сейчас мне уже тепло, но ночью мне, блин, вообще в один момент было так холодно. Когда мы засыпали, было супер, норм вообще, хотя мы в свитерах спали и носочках, что прям наверняка, ну просто дом не успел прогреться хорошенько, а мы приехали вечером. Но в 9 утра я проснулась, и мне было ужасно холодно, я свернулась калачиком, прижалась к Славе, просто, можно сказать, внедрилась в него, и от того, что я прям сильно к нему прижалась, он даже проснулся и начал меня обнимать, и быстро меня согрел, потому что там был как горячая батарея. Вот такая мимимишность. Вот, спала также с косичками, и когда проснулась, тоже их перезаплела, просто чтобы, короче, не мешались волосы, и даже когда на улицу пойдем, шапку буду надевать, так будет лучше, я думаю. Встали поздно, прям кайфовали, спали, вообще никуда не торопились. Сейчас 3 часа, недавно позавтракали, я вот накрасилась, допиваю чай. Одна из причин, по которой мы приехали на дачу сейчас, это за счетчики. Сегодня уже 15 число, с 15 числа можно передавать показания, так что, let's go! Узнаем, сколько бабок мы торчим. Мы не заплатили месяца за 2, наверное, или за сколько? За месяца 3, 2-3 месяца мы не заплатили, потому что мы не передавали показания, и просто потому что нас не было. Хотя из любопытного у нас стоит такой счетчик, который должен автоматически передавать показания. Но нам объяснили в Мосэнерго, в который мы ездили все лето, долбились, нам объяснили, что нужно сначала несколько раз передать показания, и только потом он уже будет автоматически передавать. В чем я сомневаюсь, если честно. Я, конечно, не люблю такое, знаете, когда что-то накапливается, вообще не люблю никакие в духе долги и так далее, но что поделать? Нас не было, и приехать, типа, на дачу в разгар, там, декабря, сами представляете, и работы куча, и пробок, и вообще не до этого, просто для того, чтобы передать показания, ну, такое. Тем более, что мы показания не передавали практически год, не потому что сами не хотели, я рассказывала во влогах с дачи, где живем на даче, летние влоги, рассказывала, что мы просто тупо не могли, потому что нам не предоставили акт на этот счетчик, мы не могли завести, типа, личный кабинет на этот счетчик и передавать показания. Последние показания мы передавали 30-го, 11-го, то есть в ноябре, получается, мы не заплатили за декабрь, ну, и, типа, январь, сейчас у нас январь, ну, не, нормально, мы не так уж и долго не платили, получается, с 30-го ноября мы не платили по декабрь, ну, грубо говоря, типа, берем вот так вот, раз, ну, типа, полтора месяца, получается, если я не ошибаюсь, да? Сегодня у нас 15 января, 23-й год. 3,3, 451. Угу. А почему так дорого? Сколько? 45 тысяч. Как такое возможно? Не знаю. Мы точно правильно все передаем? Как такое возможно за месяц 45 тысяч? Ну, за полтора. Это ебать дохуй. У нас в прошлый раз за 2 или 3 месяца было 35 тысяч. Погугли, как еще распределивать. Как это возможно? Если у меня висит, что последний раз мы передавали показания 30-го, 11-го, 22-го. У меня 20-го. А, ну, 20-го я записал. Передавали мы можем. В прошлый раз у нас по счетчику было 2, 6, 6, 4, 5. Это на сколько выросло? Это 20-го было 2, 6, 6, 4, 5. Да? Да. 20-го? 20-го, да. Ну, типа... Почему у меня стоит последние показания 30-ое, 11-ое, 22-ое? Ну, значит, мы 20-го их сняли, а передала ты их только через 10 дней. Нет, я не могла так сделать, потому что тут передать показания можно только с 15-го по 26-ое вообще. По гугле, как это передавать. Такого, что столько жрет электричество. Пока нас нет, у нас работает минимум отопления, холодильник и все, блядь. Что у нас еще работает? У нас отопление, вода, холодильник. Ну, воду-то мы не льем, пока нас тут нет. А мы считаем, что тут не были. Ну, она обогревает? Ну, хорошо, она обогревает, но минимум отопления мы это уже посчитали. Минимум отопления. Текущее показание необходимо вводить целым числом до запятой. Что-то я не понимаю, а поехала вообще? Зато я придумала новую стильную кофточку. 45748. Ну, значит, нужно разбираться и ехать, сколько они... Либо вообще попробовать, ну, вырубить, ну, холодосы, ну, ху... Один только холодильник включен. Как мы его вырубим? Ну, ладно, вырубить, значит, это воду сделать поменьше. Какую воду? Ну, воду, которая котел обогревает, же нас нету, а он постоянно воду обогревает. Вогревал, скорее всего. Может, из-за него. А он-то на каком-то максимуме стоит? Вообще на минимум. Не, ну зачем его вырубать? А мы так приедем, а воды горячей никакой нет. Ну, да. И ждать, когда он нагреется, чтобы хотя бы руки помыть. Ну, просто может он, да хуй я, жрет. То, что он старый, эффективность его, ну, вообще минимальная в этом плане. Угу. По энергосбережения никакого от него. То есть из-за того, что он старый, может быть, у него уже расход вообще не большой. Ну, и все, и у нас остается только электроэлектрический котел. Ну, и он тоже нормальный. Ну, а освещение же не работает, пока нас нет? Ну, да, просто ради какой-то... Я не понимаю все равно, почему так дорого? Да, ну, надо туда ехать и узнавать. По какому тарифу они нас считают? Потому что, ну, есть же ночной тариф, дневной, или у нас все по дневному считается. Ну, нет, есть, наверное, ночной и дневной. Ну, вот, типа, мы не живем, ну, в этом, в доме, а у нас накипело 22 тысячи. С какого хуй? Хоть пизда прям. Что еще может быть? Почему так дорого? 45, 700, я думала, ну, тысяч, типа, 20 максимум будет за полтора-два месяца. Смотри, с того момента, когда последние показания ты ввел, покажи еще раз, сколько там было? 26? Сколько, скажи. Давай посчитаем, типа, сейчас у нас получается 3, 3, 4, 5, 5, минус 2, 6, 6, 4, 5. Итого 6, 68, 10 за полтора месяца. Что ты сделала? Ты отняла. От того, что сейчас у нас, я отняла прошлое, чтобы понять, сколько промежуток был. Все понятно, у нас где-то 7, 6,5 рублей за киловатт. Поэтому так. Я умножила вот эту середину от прошлой до сейчас, умножила на 6, и вышло 40, 860 тысяч. А у нас 45 вообще. То есть, грубо говоря, надо умножать на 6,5 где-то, на 7. Ну, значит, нужно ехать и узнавать, почему, ну, почему, сколько у нас за киловатт, и как это делать, ну, нам надо как-то уменьшить просто. Я тебе скажу, как уменьшить. Это геморг. Дом переводить, да? Это переводить дом надо в жилой. Это геморрой. Ой, в***ь. У нас свет не горел. Отопление стояло. Ну, окей, отопление. Мы там телевизоры хуй не смотрели. То есть, получается, что мы здесь живем, что мы здесь не живем. Сумма будет одинаковая. Просто из-за того, что у нас отопление и электричество. И холодильник работает. Ну, вообще, реально, смотрю за предыдущие месяцы, ну, за предыдущие сверки. У меня 26600, поза еще раньше 23900, то есть всего лишь на 3-4 тысячи разница. До этого 21132 тоже на 2-3 тысячи разница. Ну, это каждый месяц мы передавали, нет? Ну, это я записывал. Это ты записывал каждый месяц. С тех твоих записей 2 месяца и неделя. 6810 это у нас за 2 месяца. То есть, мы делим это на 2 и получается 3405 за 1 месяц. Ну, типа, значит, все нормально. Аху! Так, ребят, решила уже на монтаже вам записать, потому что мы подумали, поразмышляли, посоветовались. И пришли к такому выводу, что у нас что-то просто плохо настроено. Либо электрокотел, либо котел, который нагревает у нас воду в доме, чтобы горячее было. В общем, что-то из этого плохо настроено и жрет очень много киловатт, потому что все эти 2 месяца мы не жили на даче. У нас отопление стояло, ну, пусть не на самом минимуме, но и не на середине даже. Вот, чтобы дома было тепло, чтобы не было никакой сырости и так далее. То есть, мы его не стали понижать, пока холодно. Хотя, конечно, это тоже деньги, но нам жалко там и технику, и все, что в доме у нас есть. И одежду, чтобы там не воняло сырости. Ну, вы поняли. Вот, в общем, мы делаем вывод, что нам нужно просто вызвать туда человечка, который разбирается в отоплении, в котлах. И чтобы нам все настроили, возможно, заменить котел водонагревающий. В общем, проверить вот эти все моменты, потому что, конечно, это ненормально. Очень много нагорает, и, ну, как бы это дорого. То есть, по сути, чтобы мы там не жили за месяц, было бы норм, если бы нагорало, ну, например, 7 тысяч. С учетом того, что зима, и у нас работает отопление, и мы там не живем. И то, может быть, это даже и много. То есть, ну, грубо говоря, 5-7 тысяч, это было бы норм за месяц, скорее всего. Это если ты там не живешь. Ну, примерно, примерно такие цифры, может, побольше, не знаю. Вот, а у нас, получается, мы там не живем, и за месяц у нас 20 тысяч нагорает. Ну, это вообще, это просто трэш. Конечно, мы офигели немножко, потому что, ну, такого прям совсем не ожидали. Вот, так что будем разбираться. Уже в следующий раз поедем на дачу. В этот раз, когда мы уезжали, Слава сделал обогревающий котел воды. На какой-то там минимум поставил. Так что в следующий раз тоже посмотрим, в чем было дело. И в любом случае, в следующий наш приезд уже будем разбираться. Действительно, кого-то вызывать, потому что это капец. Самый лучший вариант, конечно, оформить дом как жилой. Да, надо просто юристу тому написать. Короче, передаю я показания. Вариантов нет. Вот это прикол. Вот, сами посчитайте. 45, 700. Делим на 2. Получается 22 850. Это за один месяц. А если делим на 4, в каждую неделю выходит 5700. Это что за пи***ц? Это что за пи***ц? Объясните мне. За одну неделю 5700? Как это пи***ц? Ну, 5 тысяч. 5 тысяч в неделю выходит. Вот за 2 месяца и 1 неделю, что мы не платили и не передавали показания. Это получается за одну неделю 5 е***ных тысяч. Вы можете себе это представить? Понятно. Пошли гулять. Ну что ж, нарядившись в миллиард одежек. Просто я капец как гусеница. У меня кофты 4, наверное. Хотя на улице не так холодно, но я просто хотела, чтобы было максимально тепло. Короче, тут такая вообще красота. Все такое беленькое. И воздух шикарный. Так красиво. Прикольно. Тветочки торчат. Так вот у нас тут все. Закрыл дом? Погнали. Мы вчера даже чашлычок пожарили. А, ну мы в курсе. Из прошлого влога. Ну, были бы мы здесь, конечно, в зимнюю пару. Когда этот весь снег выпадал, мы бы тут все почистили. Кстати, я вчера тут ходила. Видите, снег такой твердый. Слава вчера ночью чистил здесь снег. Пробивал лед. Чтобы мы могли пробраться в гараж. И горем пополам. Еще надо вверху убирать. Зачем? Чтобы туда не текло? Да. Блин. Это обязательно. Ой, капец, тут все во льду глянь. Вот тут особенно каток. А там нет. Ну что ж, прогуляемся? Пойдем. Пока светло. Придемте. Так что будем вот так вот классно гулять по зимней сказке. Ох, самый кайф, что нет мороза, да? Что дышится легко. Нету такого, знаете, когда дышишь носом, чувствуешь то, что у тебя в носу все замерзает. Ну что, приедем сегодня в Москву ночью. Да куда торопиться? Завтра? По-моему, должны завтра какие-то рекламные дела привести. А еще есть хороших новостей. Если мы приедем сегодня, то я уже сегодня или завтра смогу начать монтаж быстро. В общем, будем идти, дышать этим чудным воздухом и болтать. В моем детстве, ну я думаю, я не одна такая, у кого в детстве такое было, к машине привязывали такую ватрушку или какую-нибудь эту... Снегоход... Снегоход. Снегоход. Или как его? Снегокат. Как это называется? Я уже давно в детстве не была. Снегоход. А как? Короче, я помню, что дедушка за рулем был. А мы там с братом или с подружкой были привязаны на трос к машине. И я помню, что здесь на повороте кто-то из нас шлепнулся, и было так весело. Хотя это считается опасным таким занятием, но это было супер весело. И вот так вот дедушка нас по кругу на машине возил. Вот так вот. Так вот и там круг делал. Вот. Нет, зимой классно. Все равно. Знаешь, с одной стороны я иногда думаю, типа, блин, весит зима. Вот особенно посмотришь на людей, которые живут в теплых краях. Думаю, блин, как прикольно. Всегда тепло. Мне надо носить кучу миллиардов курток, шапок. Я говорю, в зиме есть свои приколы. Ну да. Нет, есть. Однозначно есть. В зиме, конечно, много чего бесячего. Но и чудного тоже достаточно. Поэтому всегда у всех людей, особенно кто в России живет, да, у кого снег выпадает. Вот, например, я общалась с Гелой, это родственник из Грузии. Недавно он мне звонил, спрашивал, как дела, еще что-то болтали. Вот. И для них в Грузии это действительно праздник, если вдруг выпадет снег. Что такого, ну, не бывает. Это прям очень большая редкость. Единственное, где есть снег, это в горах. Вот. Поэтому, конечно, для всех... И он там всегда. В горах, да. Поэтому они могут даже летом туда пойти и увидеть снег. А мы нет, например. Мы снег можем видеть только зимой. Ну, это все равно, понимаешь, смотря какая гора тоже. Если прям лето-лето, он сильно, ну, и в какой-то горе тоже не хватает. Не, ну, я в смысле, а то, что если хочется снег увидеть, у них он, блин, типа в доступности. Круглый город. Ну, ты так говоришь, что в доступности. Как будто ты магазинчик за углом. Все равно до этой горы еще хер доберешься. Подожди, ну, они даже могут сесть на тачку, доехать, ну, подняться на фуникулере до горы. А у нас такого нет. Не, на фуникулере ты до горы не поднимешь себя, где будет снег. Это надо сильно выше подниматься. У них есть специальные горы, где эти, ну, sky и sky. Ну, это уже отдельный курорт считается. Так у них есть это. И это недалеко, в отличие от нас. Нам в Сочи надо херачить. Слушай, ну, все равно вот эти вот воспоминания из детства, с зимой, с снегом. И вообще, когда ты ждешь Новый год, все говорят, ой, даже снега нет. Поэтому у меня и новогоднего настроения нет. Манечка. Хорошая девочка. Это собачка. Она бездомная, к сожалению, но за ней здесь все ухаживают. Покушать ей дают. Стоит ко мне прижал, и хвостик ухрустит. Сейчас я тебе вкусненькое что-нибудь принесу, Манечка. Жди тут. Сейчас приду. А Слава там чистит снег. Конечно, это всего лишь обычная колбаска. Я бы дала больше, если бы у нас что-то было, что ей дать. Ну, мой хороший. Ну, хоть зайчик. Колбасочку. Моя миленькая. Иди, погладит тебя. Да, тебе не хватает ласки. Ой. Зайчик. Туи. Которую вчера я как-то подвязывала. Хотя мы их уже подвязывали. Еще осенью мы их подвязывали до снега. Блин, капец тут, конечно, уровень снега. Капец, я даже не проваливаюсь. Уровень снега такой высокий. Это что, смола? Что это за такое? Ну, тут дофига должно быть лопаток. Вот я... Только тут, к сожалению, подходящей точно нет. Короче, да, я узнала, что по всяким деревенским тарифам, как наши соседи платят, это выходит в 4 рубля за 1 килоград, а мы платим практически 7. Ну, конечно, разница на самом деле большая. Поэтому первым делом, что нам нужно сделать, это достаточно сложно, это переоформить дом. Будем наблюдать, как Слава там чистит снег. А я пока пойду разморожу котлеты, потому что к нам в гости заедет мама Славы. Она едет с их дачи. Вот, и их дача находится дальше, чем эта дача, где мы. И это все по одной дороге, то есть она будет мимо нас проезжать. И где-то через 2 часа к нам заедет. Вот, поэтому точно надо разморозить котлеты и сделать какой-то ужин. Правда, у нас особой еды какой-то интересной нет, но у нас есть банки со всякими огурцами и помидорами. Котлеты будут, рис, гречка, что-то из этого сделаю. Вот, и в принципе ничего. Привет! Привет! Аппарат? А? Аппарат? Да. Аппарат? Продолжение следует... 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 Ну, понятно, это все сплетники, вот эти вот грязные ньюс, с этим ничего не поделаешь, я считаю, просто вот всю ленту, вот просто, я не знаю, все-все посты, я не знаю, сколько их миллиард, наверное, на эту тему, но помимо всего прочего, некоторые паблики берут мои фотографии, вот даже мне в чат скинули, в Телеграм взяли мою фотографию, вот эту, где я в корсете. Видите, эта фотосессия, кстати, была в июне как раз, уже на тот момент, прошло, наверное, дней 15-20 после операции, вот, и мы провели фотосессию, я здесь в корсете вообще, и представляете, сюда прифотошопили мне живот, прифотошопили мне живот, что якобы у меня был такой живот, и я, типа, такую фотку куда-то выставила, потом ее удалила, вы прикиньте, насколько люди больные. И кто-то пишет, типа, зачем вы это сюда скидываете, Юле вольно неприятно на это смотреть, мне, у меня нет такого, что мне больно неприятно смотреть, потому что, вот, знаете, я даже читаю комментарии под моим видео или, там, комментарии в пабликах, ну, к этим постам, и есть просто больные люди, типа, ну и чего, что потеряла ребенка, там, кто-то еще не может иметь ребенка, и что, теперь все будем плакать? Да нет, конечно, ну, кто уж просит вас плакать о чужом горе, но я просто поражаюсь того, насколько больные, нетактичные люди, и насколько вообще гнилое общество. Конечно, не все люди такие, ну, просто даже элементарно, но если у тебя это не вызывает какого-то чувства сострадания, не знаю, просто, типа, ну, жалко. Ну, знаете, как вот я просто по себе сужу, что если я увижу, что у человека что-то случилось, то, что, ну, как бы, какой-то, не знаю, тяжелый период, я подумаю, блин, ну, жалко, конечно, там, бедненький, пусть у него все будет хорошо. Ну, грубо говоря, не знаю, или даже если я увижу, что кто-то из моих, там, коллег выставил какой-то пост о том, что у них случилось какое-то, не знаю, тоже несчастье, неприятность, я, там, либо ничего не напишу, либо подержу как-то, ну, словом хотя бы, там, не знаю, соболезную, держитесь, там, пусть все будет хорошо. Ну, короче, я не знаю просто, зачем люди, ну, как бы, если они не хотят написать что-то хорошее, что-то, ну, как бы, как поддержку, зачем они вообще что-то пишут? Типа, ой, да всем пох вообще. Ну, типа, знаете, я думаю, блин, да что за ужас, что за люди? Мне-то самой реально вообще пофиг на таких людей, потому что я под такой, знаете, щепетильной темой, то, что я рассказала в своем видео, делюсь такими личными вещами, какими-то тяжелыми переживаниями, и находятся люди, которые пишут просто сумасшедшие какие-то вещи, типа, ой, и правильно, так тебе и надо, ну, то есть, знаете, я понимаю, что это просто, ну, психически нездоровые люди, и меня это даже никак не задевает, не расстраивает. Это место у нас из поколения в поколение передается мужчинам, потом здесь будет наш сын сидеть. На этом кресле всегда мой дедушка сидел. Реально, а что-то два часа так быстро прошло, давай-ка позвоним ей сейчас и узнаем, потому что если она через полчаса приедет, тогда я пойду на кухню, потому что я сейчас ничего не готовлю, чтобы к ее приезду все, как бы, вкусненькое сделать. Так что мы прервемся на паузу. Так, у меня тут такие блюда готовятся. Рис уже, в принципе, готов. Вот, я его, наверное, сейчас в теплое место положу. Так, не открывается одной рукой. Вот, поставила на какой-то минимум. Здесь у меня котлетки шмякаются. Сейчас потише сделаю на шестерочку. Вот, еще в микроволновке я разогрела то, что вчера готовили. Вот, но пока оно пусть тут стоит, потому что мама Слава еще не приехала, то есть и котлеты еще не готовы, это я все вместе поставлю, и, может быть, я скоро еще поставлю, чтобы прогрелось еще. Вот, сейчас сходим в подвал, посмотрим каких-нибудь огурчиков. То есть котлетки уже надо переворачивать. Котлетки уже готовы. Я их поставила на медленный прям огонь, чтобы они не остывали. Вот, и уже скоро с минуты на минуты приедет мама Славы. Тут пока ничего у нас особенного такого не стоит. Сейчас достанем каких-нибудь лимонадов, компотов. Вот, и уже поставлю потом еду всю, потому что рис у меня завернутый в тепленькое. Я сходила в подвал, взяла вот такой вот салатик. Ну, это такое, типа, огурчики бабушка моя такие делает. Я их просто обожаю. Неженские называются. Сейчас у нас будет ужин. Шесть. Ну, я думаю, где-то в полседьмого. Так, ребят, ну что ж, сейчас уже одиннадцать часов ночи. Пятнадцать минут. Мама Славы от нас, конечно, давно уже уехала. Мы поужинали, все уже убрали. Все, короче, красота, чистота. Я пропылесосила во всем доме. Сняли сухое белье, одежду, которая у нас там сушилась на втором этаже. И я решила, что я добью этот альбом свадебный, потому что все это время здесь на даче у меня лежал свадебный альбом. И куча фотографий со свадьбы просто в огромном количестве. И все они, практически все, дублируются, еще что-то. И на то есть две причины. По поводу того, что они дублируются или трибрируются. Это просто трэш. Реально, очень много одинаковых фотографий. Причина номер один. Какие-то я дублировала для того, чтобы одну дать маме, другую папе, бабушке маме Славы, бабушке дедушке Славы. То есть я делала фотографии, печатала. Я вот как раз тем летом, то и весной, потратила нормальную сумму для того, чтобы все это отпечатать, чтобы каждому сделать какую-то, ну, такую папочку с фотографиями. Это первая причина, потому что я многие фотки делала для всех. Следующее. В печати, там, где мы заказывали фотки, случайно нам несколько раз некоторые фотографии дублировали, которые мы не просили дублировать. Короче, это тоже прикол. Я, конечно, замучилась со всем этим делом, но я, наконец-то, собрала альбом. Во-первых, посмотрите, какой он у нас красивый. Я безумно рада, что в то время, когда мы, конечно, тратили большое количество денег на свадьбу, и каждая копеечка была как, не знаю, соль на роду, еще что-то, ножом по, я не знаю, чему, потому что, ну, реально, сами представляете, свадьба большая, которой ты не готовился несколько лет или хотя бы год. Просто свадьба, которую ты организовал за полтора месяца, и откуда-то просто берешь, достаешь огромное количество денег, и поэтому каждая копеечка, она, ну, на вес золота. Так вот, поэтому я очень рада, что в тот момент взяла, заказала вот такой фотоальбом ручной работы. Я сейчас пока монтирую, подумала о том, что, в принципе, альбом можно не покупать там в день свадьбы, потому что я вот сказала, что тогда мы тоже как бы это купили, это была тоже часть растрат, и, ну, типа, можно было бы сделать это позже, точно так же, как и, например, у нас, ну, в такой же обложке красивой ручной работы есть папка для свидетельства о браке, которой мы не пользуемся абсолютно, потому что документ в итоге у нас лежит там же, где и все важные документы, а не какой-то там папочки отдельно где-то в шкафу. Ну, короче, вообще беспонтовая такая вещь оказалась, ну, конкретно в нашем случае. Вот, и я хотела сначала сказать то, что забейте вообще, не парьтесь, не заморачивайтесь этим перед свадьбой, там, в момент, когда вы готовитесь к свадьбе, сделайте это потом, но меня вдруг осенило, что у нас ведь точно такая же книжка для пожеланий, которые нам оставляли в день свадьбы, поэтому я поняла, почему я тогда этим заморочилась и сделала это все в тот момент, а не позже, потому что альбом в итоге я заполнила больше, чем там спустя год после свадьбы, папкой для свидетельства мы вообще не пользуемся, но книга для пожеланий была использована в день свадьбы, поэтому об этом тоже стоит задуматься. Тут такой мягкий ткань, не знаю, что это, ну, может бархат, не знаю, мягкая такая ткань, ручная работа с такими вот штучками, это все тоже можно было выбрать, там есть разных форм вот эти кренделечки, можно было выбрать цвет альбома, он немножко перекосился из-за того, что он, видимо, заполненный. Вот, все вот эти вот оттенки тоже можно было выбрать, можно было сделать там розовый, не розовый, ну, какой хочешь, то есть там есть выборы, возможно, кто-то сейчас спросит, что это, кто это, чья работа. Ребят, клянусь, не найду даже при желании, не найду этот самый страничку. Это был не бартер, поэтому не смогу даже подсказать контакты, не потому что мне жалко, типа, что мне это не подарили, а потому что я заплатила за это, нет, просто я реально не помню. Но я уверена, что если там вы хотите найти, просто вбейте, не знаю, альбом на свадьбу, еще что-то, я уверена, что найдете много разных вариантов. Здесь достаточно много фотографий поместилось, если честно, сейчас под конец я даже уже не знала, что туда запихивать, потому что мне показалось, что я уже засунула сюда все, что можно было, хотя фотографий у нас огромное количество, но понятное дело, они не все, например, хотят находиться в фотоальбоме. Какие-то можно хранить, ну, где-то в другом месте. То есть сюда я вставляла те фотки, которые как-то мне прям очень нравились, настроение передавали, атмосферу, фотографии всех родных и близких, наши красивые фотографии, понятное дело. Вот, также все это пришло в такой коробочке, не знаю, тут даже нигде нет никакой подписи. Бывает автор оставляет какую-то подпись на своей работе, но здесь ничего такого нет. Я долго ломала голову, потому что я хотела, чтобы этот фотоальбом получился таким прям атмосферным, чтобы все шло по хронологии событий. Но, к сожалению, у меня все равно так не получилось. Ну и ничего с этим не поделаешь. Сейчас быстренько вам покажу. Вот, что-то получилось по хронологии, что-то не получилось. В общем, тут, конечно, очень-очень много у нас всего. Сейчас вот так вот быстренько вам покажу. Еще хотелось бы сказать, что в некоторых местах я вставляла не по одной фотографии, а по несколько. Где-то их прям по 3-4 штуки. Вот здесь тоже. Просто некоторые фотки плюс-минус похожи. Или там, не знаю, мне хочется, чтобы они были в альбоме, но, например, не на главный. Грубо говоря, я их вот так вот еще... То есть при желании они все равно всегда будут рядышком и не потеряются. И таких у меня много тоже, типа папочек дополнительных. Тут с гостями, с друзьями. Вот. Тут тоже где-то я что-то засовывала, чтобы по несколько было. Вот с этого момента я... Вот на этом я закончила в прошлый раз. То есть, можно сказать, практически ничего не собрала. И сегодня я вот это вот все заполняла. Тут много не по хронологии. Ну, старалась по какой-то хронологии. Плюс-минус, кто говорит тост, потом танцы. Там с папой танцы. Потом там дедушка, бабушка и Слава что-то говорят с ними. А, кстати, вот такие фотки, по-моему, я повторно еще вставила. В общем, надо будет посмотреть. Вот. Тут тоже где-то не везде что-то у меня сложилось по хронологии. Ну, в общем, в какой-то момент я забила, потому что я устала. Я уже этот альбом не могу собрать больше года. С нашей свадьбой прошло уже больше года. Я все никак не могу собрать этот альбом. Вот. Много здесь, конечно, классных фоточек. И что, что, что? И в какой-то момент я уже реально вставляла просто... Вот, знаете, гости. Есть фотки гостей. Вот просто вставляла наших гостей, друзей. Уже просто я пошла не по хронологии. Мы опять вернулись там туда-сюда. Это какой-то бэкстейджик у нас даже есть. Потому что я реально устала. У меня уже спина отваливается. Я думаю, что просто тут уже в конце просто можно будет полистать. Как бы вспомнить. Потому что тут тоже, видите, я находила... Ну, заново открывала папку с кучей фотографий. Искала что-то, что я, возможно, еще не вставила. Что можно еще вставить. Хотя это такое уже, знаете, а нужно ли нам столько фотографий. Но поскольку было свободное место, я решила его просто так, понятное дело, не оставлять. Вот так. Так что альбом собрала. Я рада. И на этом я его закончу. У меня жутко болит спина. Я потратила на это часа полтора, наверное. Ну, сейчас точно. У меня, кстати, еще здесь сохранились со свадьбы такие наклеечки, которые мы клеили... Ну, не конкретно мы клеили, а организаторы клеили на... У нас были свечи, подарок для наших гостей. Так, ребят, в общем, вечер наш закончился на том... Ну, как сказать, он еще не закончился. Мы со Славой разделились. Я решила помыть ванну, раковину, туалет. А Слава тем временем мыл банки. Точнее, они были с какими-то огурцами, помидорами, которые здесь открыты уже, я не знаю, сколько. И, ну, мы бы не стали, если честно, уже такое есть. Там где-то уже по чуть-чуть было, где-то вообще практически не было. Вот, так что он все это освободил, очистил, выкинул в мусорку. И у нас теперь оттуда просто супер аромат разными рассолами и так далее. Помыл банки, налил воды в чайник, чтобы мы могли пить сегодня чай. А еще здесь есть вещички, которые мне надо разложить, разобрать. И, наверное, я, может, даже поглажу сейчас. У нас супер дискотека. В общем, я уже так выгляжу потрепанной. Макияж где-то смылся, где-то, короче, выгляжу уже такая прям вообще не фреш. Вот, я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, что вам понравился этот блог. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok